Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что меня слышно хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня нормально. Вижу плюсики, спасибо. Коллеги, прежде чем представить нашего сегодняшнего ведущего спикера, ведущего вебинара Дмитрия Кречмана, с которым мы давно хотели организовать вебинар. И вот, наконец, в этом полугодии у нас Дмитрий прочитает целый цикл вебинаров, посвященный проблематике электронного обучения и вузовского обучения вообще. А пока я хотел бы вам проанонсировать наши вебинары на текущей неделе. У нас на этой неделе будет еще два вебинара. И сейчас я в чат помещу ссылки и названия этих вебинаров. В пятницу 20-го числа у нас будет очень интересный и необычный спикер игумен Киприан Ященко с вебинаром, который будет называться «Духовно-нравственная культура как мировоззренческая парадигма в современном образовании». Отец Киприан является не только духовным лицом, но и руководителем Центра дополнительного образования в Московской Духовной Академии. Так что это вдвойне интересно будет. Ну и в субботу 21-го числа будет вебинар под названием «Проектные истории от Александра Гущина». Двое у нас ведущих. Александр Гущин и Юрий Николаевич Белоножкин. Вы, наверное, уже знаете, как мирим Юрия Николаевича. Александр Гущин тоже уже проводил у нас вебинары. Так что вот приглашаем в субботу тоже на наш вебинар. Я вижу, Дмитрий поделился в окошке «Общедоступные ресурсы» своей презентации. Это означает, что эту презентацию можно скачать. Кто еще не знает, как открыть окно «Общедоступные ресурсы», делается это так. Вот примерно в этом направлении, я потом сотру эту стрелочку, в этом направлении находится набор кнопочек вебинарной комнаты. Там поднятая рука, смайлик и третий по счету. Слева желтая папочка, на которую можно нажимать и отжимать эту кнопку. И вот эта кнопка, при помощи нее можно зажечь окошечко с ресурсами. И в этом окошке есть две ссылочки, наши ссылочки, можете их посмотреть. И сегодняшняя презентация, которую можно скачать посредством нажатия на иконку с изображением дискетки. Обращаю ваше внимание, часто люди ошибаются, нажимают на название файла. Нет, надо нажать именно на иконку, и тогда вы сможете скачать данную презентацию. Коллеги, ну вот и все. Краткое мое представление закончено. А теперь я хотел бы пригласить Дмитрия Кречмана, сегодняшнего нашего спикера, и передать ему слово. Сегодня обещает быть интересный доклад. Дмитрий, передаю тебе слово. Добрый день, коллеги, что нашли возможность пригласить и поделиться своим опытом. Еще раз, меня зовут Дмитрий Кречман, я вещаю в данный момент времени из Петербурга, хотя я часто бываю и в других городах, но основное место пребывания – это город на Неве. Спасибо, коллеги, что вы нашли возможность посетить это мероприятие. Рад, что у нас будет возможность пообщаться. Времени очень немного, поэтому я постараюсь говорить быстро. Во-первых, самое главное, конечно же, я хотел вас поздравить с прошедшим Новым годом, и только что буквально на днях наступившим Рождеством Христовым. Вас всех с праздником, ну и с наступающим, поскольку сегодня крещенский сочельник, а завтра те из вас, кто дрожит своим здоровьем, вполне могут найти хорошо промерзшую прорубь для того, чтобы таким образом отметить наступающий праздник. Еще раз вас всех с наступающим праздником. По сути того, что мне хотелось вам изложить. Во-первых, я подготовил маленький опросик, и хотел бы его сейчас прямо запустить. Пока я разговариваю, я надеюсь, что там появился у вас опросик с опросиком. Дело в том, что понятие информационно-образовательная среда появилось не так давно. Мы сейчас поговорим, когда это произошло, на основании каких-то документов, и основные какие-то основополагающие. Но для того, чтобы мне было проще рассказывать, хотелось бы узнать и ваше мнение. А, еще не запустил, извините. Теперь у вас должно появиться. Я думаю, что в течение 20-30 секунд каждый из вас сможет ответить. Спасибо, что отвечаете. Не так давно, и есть уже достаточно богатый опыт внедрения. Наша компания на рынке работает с того века, занимается внедрением информационно-образных средств в деятельность различных организаций, начиная от «Газпрома» большого, «Газпромнефти», и заканчивая колледжами и школами. Уже достаточно много времени. На текущий момент времени порядка 400 организаций используют наши решения программные для организации электронного обучения в дистанционных образовательных технологиях. Про них мы еще немножечко поговорим, про какие-то примеры. Но хочу сказать, что опыта вполне достаточно для того, чтобы можно было делать какие-то выводы и делиться этим опытом с вами, чем я и постараюсь сегодня заняться. Так, ну что, все ответили, да, те, кто хотел? Да, спасибо. Но остальные скрывают свое мнение. Давайте остановим вопрос и пойдем дальше. Итак, наша программа нашего сегодняшнего мероприятия. Я начну с презентации, ну и большей части она времени будет занимать. Тема очень объемная, поэтому, конечно же, далеко не все аспекты смогу рассказать. Но, тем не менее, примерно в районе 30 минут я постараюсь вам быстро рассказывать о том, какое нормативное обеспечение, какие ключевые положения этих документов, которые существуют, ну и какова в целом структура и примеры. Продолжение следует... 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 ...решение в области информационной войны среды. И второе, то, сколько времени останется, но мне бы хотелось, чтобы это осталось 20-30 минут, ну как пойдет, да. Это демонстрация, я покажу какие-то конкретные сайты, чтобы вы увидели, как это воочию выглядит на реальных примерах и могли вместе нажимать на какие-то кнопочки. Вот такой наш план на сегодня. Но перед тем, как начать, хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то ретроспектива и ничего не нашел более серьезного в области информационно-образовательной среды, как обратиться к классикам, а именно спасибо большое Михайловичу Иванецкому, что он в свое время сформулировал суть или структуру информационно-образовательной среды. Я слух уже не буду, потому что, чтобы не подражать, все равно это здорово не получится, так как Михаил Михайлович. Но тем не менее, вот смотрите, даже в этом лаконичном примере, который сейчас вы видите на экране, все равно прослеживаются три основных компоненты. Это, собственно говоря, процесс обучения, который начинается в консерватории, нормативное обеспечение результатов обучения или процесса обучения и, конечно же, учебный результат. Вот эти три компоненты, они лежат в основе любой образовательной среды, в том числе, конечно же, информационной. Пока я говорил, в принципе, я уже произнес основные компоненты, то, где используются наши решения для электронного обучения. Но будем дальше по мере этих примеров разбирать их. А вот то, какова моя задача в рамках сегодняшнего вебинара, это дать вам общее представление о минимаксных границах между функционально-образовательной среды. То есть, что можно считать минимальным решением в этой области и куда, в какую сторону можно развиваться, понимая, в общем, в целом общие границы того горизонта решений, которые покрываются вот этим категорическим понятием функционально-образовательной среды. Итак, первое, самое важное, конечно же, поскольку мы говорим об обучении, она в основном государственная или, по крайней мере, очень существенно регулируется государственными нормативными актами, то напомню вам, что существует федеральный закон от редакции 2012 года в образовании, где вводится понятие дистанционных образовательных технологий электронного обучения. Есть еще ряд законов, которые связаны непосредственно с функционированием программного обеспечения в образовательных организациях, они здесь перечислены, государственные тайны, персональные данные и электронные подписи. Но для нас с вами основным руководящим документом, законным актом является приказ номер 2 от 2014 года, который так называется, порядок применения организаций, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Ну и также ряд, начиная с пункта 6, дополнительных документов, порядок организации осуществления деятельности по образовательным программам высшего образования, порядок применения обучения по образовательным программам, постановление правительства государственной аккредитации образовательных учреждений в ГОС и высшего образования, 3-3,5, где вводится понятие компетенции, в частности, и многие другие. А также, вот я обращаю ваше внимание, что есть такой любопытный документ, пункт номер 10, рекомендации участников по равновеских слушаний, ну, то есть наших законодателей, нормативное обеспечение реализации образовательных программ в том, имени электронного обучения и дистанционных технологий от 2014 года. Все эти документы, для тех, кому это важно и любопытно, вы можете найти на нашем сайте, вот сверху ссылочка на него, кто скачал презентацию, по ней может пройти или написать. Там приводятся ссылки на конкретные эти документы, вот вам нормативка для каких-то помощь. Далее мы часть из этих документов, основные их положения, разберем на примерах, что конкретно они регламентируют. Первое, конечно же, мы с вами понимаем, и тут я не буду агитировать за коммунизм, но ядром любой информационной образовательной среды является система управления обучением, ЛМС. Не совсем правильно говорить СДО, потому что СДО, да, это там сразу же и контент. Но, да, спасибо за замечание. Ну, всего, да, как я уже сказал, потерял достаточно много. Они там постоянно регулярно появляются. Сейчас вы знаете, что запущены приоритетные проекты. В конце прошлого года, там в ноябре, да, на совещании как раз в Петербурге, были определены основные, в том числе и по дистанционному обучению приоритетный проект. Вот, тут очень много документов, всего не утаишь. Итак, вернемся к нашей презентации. Итак, значит, ядром любой информационной образовательной среды является, естественно, ЛМС, да, система управления обучением. Система управления обучением позволяет сформировать учебный контент, то есть то информационное обеспечение учебного процесса, который в терминах приказа номер два называется либо информационные ресурсы, либо образовательные ресурсы, там, в зависимости от того. Сформировать, организовать коммуникации со слушателями в процессе изучения этого материала, организовать контрольно-измерительные материалы, кимы, так называемые, все это вписать в некие программы и графики обучения, осуществлять там текущий контроль и коммуникации, как я уже сказал, для итоговой цели, да, итоговой цели это достижение неких образовательных результатов, результатов учебного процесса. По привычке пытаюсь кнопочку вперед нажать. Вот несколько примеров средств, которые построены с одной стороны на базе той технологической цепочки, которая была на предыдущем слайде, но и на базе наших технологий. Это портал Уральского федерального университета. Это один из крупнейших видов в нашей стране, если я не ошибаюсь, по приему абитуриентов, он первый после МГУ в стране по итогам прошлого, что ли, года, где в рамках информационно-оборотной среды, построена на базе нашей платформы, которая называется LMSR 4G, проходит обучение в течение года учебного, постоянно ее применяют, практически каждый день, порядка 40 тысяч студентов, если я не ошибаюсь, но, в общем, десятки тысяч. Еще один пример. Московская государственная юридическая академия Никутафина. В каком смысле, если УРФУ это, хоть и университет, но в большей степени позиционирующий себя как технический, то вот Никутафин как раз относительно комитетарный пример, где на портале, любопытен он тем, что в отличие от УРФУ, где система обучения была до, и мы просто лишь заменяли ее, наращивая мощность до 40 тысяч студентов ежегодно, на портале Кутафина не было никакой системы электронного обучения, и первый шаг, который там осуществлялся, он был связан с необходимостью организации электронного контроля знаний. как более объективного по отношению к субъективному, особенно в таких науках. Плохо очень звук, простите, тут сегодня я сейчас уже ничего не могу сделать. Первый шаг, который был там сделан при внедрении системы электронного информационно-образной среды, это, да, спасибо, Павел, за поддержку моего звука. Возможная проблема просто в канале интернет между вами и, там, ну, точкой какого-нибудь раздачи, да, провайта. Итак, первый шаг, который был сделан в Кутафина, это формирование контрольно-измерительных материалов по всем дисциплинам, которые проходят, и организация электронной учебной, условной сессии, да, при, в рамках, там, зачетной недели, демонстрационной сессии. Вот, любопытно это тем, что, собственно говоря, самих информационных каких-то или образовательных материалов не было на портале, на начальном этапе, но зато это принесло совершенно ощутимый конкретный результат. И это не единственный пример, можно приводить еще и другие примеры учебных организаций подобного рода действующим, и я обращаю внимание для тех, кто только собирается внедрять в среду, что это вполне рациональный подход при внедрении организации решения конкретной, частной, но очень полезной и практической задачи. Вот формирование пула контрольно-измерительных материалов, которые позволяют сравнивать их между собой, валидировать, смотреть объективную статистику. Вот такой пример. Ну и еще один пример, третий, про который мы с вами будем упоминать, это Православный Святотехнический гуманитарный университет, где тоже в течение нескольких лет используется платформа на базе нашего программного обеспечения. Особенностью организации дистанционного обучения в Святотехническом университете является то, что поскольку основные предметы там все-таки в большинстве имени ну уж совсем гуманитарные, да, как следует из названия, то не просто недостаточно методисты по СТГУ посчитали, что недостаточно просто выложить материал. Для них, для методики проведения обучения, очень важно коммуникация, эффективная коммуникация между слушателями и преподавателем, в первую очередь. И вот для этих целей используются инструменты, в первую очередь коммуникационные. Ну, в силу того, что, понятно, это не встречи в формате вебинара, не рассказы, да, потому что там основная аудитория, она очень сильно распределена по стране, по всем читам и поясам, и синхронизация просто чисто технически даже, организационно невозможна, то вот в большей части обучения у них проходит, как-то, может быть, непарадоксально для вас прозвучит, в формате форума. Ну, такого, правда, специализированного, но основным рабочим инструментом для преподавателя, кроме традиционных вещей, является форум, с помощью которого организуются коммуникации между слушателем и преподавателем, обсуждения, оценивания, в том числе высказываний, логики высказываний, вот в рамках такого набора дисциплин. Свертики завелись. Да, ну, интересно, где-то, где-то, видимо, у провайдера. Вот. Ну, давайте пойдем дальше. Итак, что же, о чем говорит, какие ключевые понятия вот в приказе номер два порядки применения ИО и ДОТ присутствуют? Ну, первое, на что я бы хотел бы обратить внимание, ну, так, чисто и технологически, о том, что вводится, вернее, используется исключительно понятие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, это раз, как я уже говорил, да, и приводится перечень тех видов деятельности учебной, которые могут использовать или для организаций которых может быть применено электронное обучение и дистанционно-образовательные технологии. И начинается это, как ни странно, со вступительных испытаний. Оказывается, что ну, и кроме испытаний, конечно же, занятия, практики, консультации, текущий контроль, успеваемость, промежуточная и итоговая государственная аттестация, в том числе, да, и вступительная и итоговая государственная аттестация. А вот детализация, расшифровка, то, как должно быть, что возможно, а как именно возможно проведение, например, вступительных испытаний или государственной итоговой аттестации, есть расшифровки в положениях в порядке приема на обучение по подготовительным программам, ну, там, соответствующих годов, да, там, начиная, если не ошибаюсь, с 15-го года. Так вот, организация вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий возможно при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Вот, поскольку мы говорим о дистанционных образовательных технологиях, да, то и идентификация поступающих должна проходить в удаленном режиме, то есть дистанционно. Как, маленький пример, как именно это может происходить. Ну, вот, здесь, конечно, он несколько тоже такой шутливый, но по сути вещей, что это означает? Это означает, что в момент проведения удаленного испытания, будь то вступительные испытания или государственная итоговая аттестация, ну, или там промежуточные контроли, в том случае, если они проходят если они проходят в дистанционном режиме, в достаточно сравнение с лечением, да, и это возможно технически с помощью вот веб-камеры, как мы с вами сейчас делаем, как вы видите мою говорящую голову, говорящей головы паспортных данных, как удостоверение личности, и того документа, которым владеет говорящая глава, вот в таком удаленном режиме, ну, наверное, вот иллюстрация, она достаточно наглядно показывает, как, в принципе, это возможно. Вот, если вы организуете такой режим с помощью системы вебинаров, скайпа или чего-либо угодно другого, там, или с помощью нашей платформы, где такие вещи уже встроены непосредственно в сам пользовательский интерфейс, то удаленное проведение вступительных испытаний или итоговая государственная аттестация, оно будет считаться вполне возможным. И примеры тоже такие. Есть ряд организаций, которые с помощью скайпа или с помощью других технических средств обеспечивали проведение соответствующих мероприятий. Далее. Порядок применения определяет состав электронной информационно-образительной среды. И вот три основных компонента, которые должны быть включены и без любой из которых электронная информационно-образительная среда таковой не является. Первое. Это электронные информационные ресурсы. Что это такое? Это книжки в формате PDF, которые вы выложили на сайт или организовали доступ к ним к, например, к библиотекам Директ Медиа через интернет, но доступ со своего портала. Это электронные образовательные ресурсы, к которым относятся, в том числе и контрольно-измерительные материалы. Это технологическая оснастка, которая позволяет слушателям, студентам, проходящим обучение осваивать образовательную программу в полном объеме, независимо от местонахождения обучающихся. Любопытный нюанс связан с тем, что если зависимо от местонахождения обучающихся, в компьютерных классах внутри кампуса, это уже не совсем или не до электронной информационно-обучающей среды, а другая компонента, потому что требуется обеспечить независимость от местонахождения обучающихся. Вот такое положение. Но поскольку речь идет в приказе номер 2 оба в первую очередь обзаркных программах, которые полностью или частично должны быть реализованы в рамках информационно-обратной среды с помощью электронного обучения и дотов, то здесь на слайде представлено какие компоненты могут быть реализованы. Это содержание справочники дисциплин, рабочие учебные планы, расписание, управление аудиторным фондом и ряд других вещей. конечно же учебные курсы, включая информационные ресурсы, образовательные, доступ к электронной библиотеке и коммуникация, взаимодействие между слушателями. по сути вещей, когда мы говорим о приказе номер 2, он говорит, что это и есть основной предмет для имплементации в информационно-обратной среду. По сути вещей, он определяет, что это все, что вы сейчас видите на экране, это и есть предмет. Другое дело, что есть минималистская трактовка, без этих трех компонентов предыдущего слайда она вообще в принципе невозможна. Общая область здесь схематично представлена на слайде. Если вы организуете в электронном виде все управление, возможно, с помощью различных программных средств, к примеру, мы очень часто интегрируемся с 1С-университетом или в Уральском федеральном университете, это система управления континентом, производства компании Nalman, ну и другие бывают примеры, но вот эти все компоненты должны быть интегрированы, связаны между собой и в принципе должны реализовывать процесс управления образовательным процессом с выходом на непосредственно коммуникацию между слушателем, преподавателем, студентом между собой, с использованием информационных и образовательных ресурсов и образовательных ресурсов. Следующее одно из положений и часто спрашивают тоже на семинарах, как это реализуется. При реализации образовательных программ как осуществляется учет рабочего времени преподавателей ППС и соотношение нагрузки ППС при организации точного и дистанционного обучения. Так вот, приказ номер два дает ответ на этот вопрос. Это устанавливается локальным нормативным актом организации по самой организации. И в различных организациях вот это соотношение учебной нагрузки может быть совершенно различное. На одном из наших вебинаров выступал как раз представитель Московского государственного строительного университета и он приводил примеры в конце вебинара дам ссылочки на записи этого выступления. Он приводил примеры как рассчитывается учебная нагрузка электронно в части электронного обучения по нормативным документам как раз в Московском государственном строительном университете. Грубо говоря, простым перемножением объема часов на коэффициент понижающий или повышающий в зависимости от вида занятий и вида учебной деятельности в интернете преподавателя. Главное, что это все это делается на основании локального нормативного акта приказа или распоряжения по учебному заведению. Помимо такого приказа есть еще минимум 7 документов, которые являются обязательными при реализации электронной образовательной среды. Эти документы важно, чтобы они были доступны соответствующим категориям пользователей. В первую очередь, конечно, контингенту, студентам, но и не только. Смотрите, какие эти 7 документов. Первое. Порядок применения электронного обучения в учебном заведении ДОТов Дистанционной образовательной технологии. Второе. Порядок формирования индивидуального учебного плана с применением дистанционного обучения. Порядок и формы доступа к электронным информационным обжавательным средам. Куда нужно зайти, адрес домена, где взять пароли, аккаунты для доступа и так далее. Регламент работы с информационной обжавательной средой. Четвертый документ. Организация учебно-методической помощи. Точно так же, как в очном обучении студент теоретически может прийти в деканат и попросить помочь разобраться с образовательной программой и чем-либо еще. Точно так же здесь, в силу отсутствия прямого контакта физического с деканатом, информационно- образовательная среда должна обеспечивать учебно-методическую помощь. Это система консультации, технической поддержки. Это является требованием к информационно- образовательной среде. Если эта требования не выполняется, то есть вы просто, к примеру, установили ЛМС, но студент не понимает, как получить учебно-методическую помощь через эту систему, то тогда это является хорошим нарушением. Или по-плохому нарушению. Соответственно, тот документ, который мы упоминали, это документ, который мы упоминали о порядке учета рабочего времени и об объеме электронной нагрузки в соотношении объема очных занятий и занятий с применением ДОТов. И седьмое, самое один из важных положений, это то, как хранятся результаты образовательного процесса в соответствии с рядом законодательных актов, государственной тайны о персональных данных и электронной подписи, в том случае, если вы используете систему электронной подписи. То есть, по идее, сбегая немножко вперед, хочу сказать, что вообще система может быть безбумажной, естественно, в том случае, если используется электронная подпись, например, локальная, которая раздается, но, честно сказать, ни одной реализации в чистом виде системы ведомости, успеваемости, мы же сами, как доцент, преподаватель, подписываем, подписываем, значит, вот, соответственно, есть некая проекция на информационно-обратную среду дистанционную, там, где эта подпись может быть выполнена в виде электронной подписи. Далее, учет результатов учебной деятельности. Вот тут важно тоже подчеркнуть, что часто те, кто занимается внедрением, категорически разносят учебный процесс на дистанционную, собственно говоря, и на очный. Вот это как бы не очень правильно, потому что организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий, то есть в рамках одного и того же учебного процесса, к примеру, очного, могут быть использованы и обычные общепринятые технологии, и дистанционные. И вот тогда объектом управления является в принципе учебный процесс, а не какие-то его фазы отдельные учебного процесса. Поэтому, естественно, учебные результаты должны сводиться интегрированно или агрегированно по разным, вернее, в равной степени по различным инструментам, которые вы используете при организации обучения, будь то очное или дистанционное. На планшете учится студент, или в аудитории проходит занятие, или в специализированных компьютерных классах, или используют какие-то тренажеры или оборудование для подготовки. Ну вот здесь как раз такой слайд по забежал уже вперед, к сожалению, не выдержал, о том, который показывает, как применять электронную цифровую подвись при формировании ведомости успеваемости. Внизу там такой маленький фрагментик ведомости электронной ведомости успеваемости то, как вот с помощью сертификата ЭЦП преподаватель может подписать эту ведомость и она отправится соответственно как объект хранения уже в учебные результаты. Минимальные требования, которые необходимо выполнить для того, чтобы считалось, что информационно-образовательная среда существует. Первое, повторюсь, должны быть сформированы электронные информационные ресурсы, которые были упомянуты в самом начале. Должны быть сформированы электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие освоение предмета в полном объеме все виды работы в соответствии с программой учебного предмета, включая практикумы или практические пособия, средства для контроля в качестве материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета. И третье, образовательные программы, как совокупность технологий на базе совокупности информационных технологий независимо от местонахождения. И, соответственно, выполнение, если там есть гостайна, закона гостайни, персональных данных, то есть положение персональных данных, соглашение в использовании персональных данных должно быть подписано и в электронной подписи, если используется электронная подпись. Вот это минимум-миниморум для того, чтобы можно было говорить, что информационно-обратная среда в том или ином виде существует. Соответственно, что требуется сделать? Подготовить приказы, про которые мы говорили, локальные нормативные акты, развернуть программное обучение для информационно-обратной среды, вопрос отдельного слайда и обеспечить основные процессы обучения. Соответственно, пункт номер два, я пытаюсь далее расшифровать, что такое развернуть электронную информационно-обратную среду, привести в электронный вид информационные ресурсы. Как вы можете это сделать? Хорошо, когда есть медиа, и вы можете взять электронные ресурсы прямо оттуда. Не всегда это возможно, вернее, для полного счастья. Вы можете просто отсканировать свои собственные методические материалы, которые в каждом практически вузе. Есть издательский отдел, который формирует пул информационных ресурсов в виде книжечек, методичек. Взять, отсканировать, перевести в формат PDF, к примеру. второе определить те образовательные программы, которые должны иметь поддержку в виде дистанционных образовательных технологий. Учебные курсы взять, купить. Например, я знаю, что в МАТИ было сформировано порядка 400 или 450 электронных учебных курсов по базовым программам подготовки первых четырех бакалавриата технических специальностей, которые вполне могут быть использованы как готовые материалы для информационно-обратной среды. Что-то, конечно, необходимо разобрать самостоятельно. Разработка контроля измерительных материалов достаточно важная составляющая. Технические вещи развернуть систему управления обучением, загрузить туда списки ППС и студентов, либо интегрировать с уже существующими системами учета контингента, что, наверное, для вузов, где более несколько студентов, более актуальны, более технически правильно. Система учета континентов делается на многих платформах, начиная от 1С, в том числе и на нашей. Обучить профессорский каприбательский состав основам до использования информационной обыкной среды и провести пилотный проект, на основе которого принять решения о дальнейшей эксплуатации и о горизонтах развития этого проекта. Вот тот набор минимальных действий, которые необходимы для того, чтобы в ВУЗе начала хоть в какой-то степени функционировать. Пример Павловская академия в Казани спорта и туризма, где коллеги выбрали интересный способ формирования информационных оборудовательных ресурсов, как установка видеокамер с записью в аудиториях. По мере выполнения очной образовательной программы лекции и всеми учениями записывают, сохранятся в общей медиатеке, как у библиотеки. Вокруг этих учебных занятий к ним не имеют все доступы, естественно, через портал информационно-оборудовательной среды могут проводиться обсуждения, обритингования этих ресурсов. То есть, фактически, коллеги решили с помощью организации, или решали, с помощью организации видеозаписи непосредственно учебных мероприятий, которые проходят в обычном учебном процессе. Таким образом, за год теоретически можно накопить вполне достаточный материал для того, чтобы обеспечить следующий год учебных занятий уже электронными информационными ресурсами. Какие вообще существуют способы и средства, кроме базовых, наиболее популярных способы и средства для быстрой подготовки информационных и образовательных ресурсов? Тут, наверное, в большей степени, конечно, является экспертом в гораздо большей степени как раз Павел Калинников и наверняка у него в программах вебинаров это есть. Но я бы со своей стороны сказал, что наиболее распространенным массовыми средствами является их перечень относительно конечень. Для информационных ресурсов большинство материалов готовятся, конечно же, в виде варда или пауэрпоинта. сохраняется в форматах доступных для доступа через интернет к примеру PDF. Есть специализированные средства достаточно доступные для формирования информационных материалов и информационных ресурсов. Если мы говорим о пауэрпоинте, то тогда наверняка вы слышали или использовали уже iSpring, который позволяет конвертировать фактически презентации, добавляя к ним некие простые, но тем не менее контрольные материалы. В пуле программных продуктов нашей компании присутствует такое программное средство, как Явтра CBT, который позволяет самостоятельно с нуля либо на основе уже существующих методических материалов, а в ВУЗах, как правило, это не презентация в основе, а учебники либо учебно-методические материалы, которые в большей части являются текстовыми схемой и можно наполнить еще медиа-контентом, но тем не менее в основе лежит достаточно большое количество текстовых материалов с помощью такого пулы простых инструментов. Это не специализированный инструмент, не высокопрофессиональный, они рассчитаны на обычного преподавателя, который может взять, загрузить и с помощью этого инструмента за некоторое относительно небольшое время создать учебный курс или учебный модуль. В пуле нашей компании такое средство есть под названием Явтор. Это позволяет за очень короткое время из исходного материала сформировать учебный курс, который вы можете разместить и на портале, можете использовать на мобильных устройствах, вернее не вы, а студенты могут использовать на мобильных устройствах. И конечно же третье компонент технологической это система управления обучением или в нашей компании разрабатывать внедряет платформу 4G. Кстати говоря, о примере Московского государственного строительства там тоже порядка боюсь ошибиться, сейчас несколько сотен курсов разработано с помощью программы я автор, размещены на портале создан на лазил 4G. Вот такие вещи. Естественно существует свободно распространимое программное обеспечение, наиболее популярным продуктом здесь является конечно же Moodle, но кроме этого есть еще и Sakai, есть Open Edex, который там тоже пытаются использовать, может быть не столь массовый как Moodle. Важно тоже обратить внимание на то, что при выборе тех или иных инструментов использования их нужно понимать, что когда мы говорим про образовательные ресурсы, то к ним применим требования по технологически, в первую очередь это те спецификации, которые в том случае, если это правильные ресурсы, они должны поддерживать, в первую очередь, конечно же, с кормом. И не так давно, относительно недавно, несколько лет назад, спецификация, которая называется TeamKane API, которая распространяется не только на учебные курсы, которые применяются к мною, и на другие виды объектов информационных ресурсов и образовательных ресурсов в рамках информационной среды. В первую очередь, это тренажеры, лабораторные работы, которые в виде тренажеров могут быть выполнены, которые не имеют внутренней какой-то структуры, могут выглядеть как черный ящик. Спецификация TeamKane API оперирует учебными результатами, которые достигаются при работе с тем или иным учебным объектом. И эти учебные результаты передаются в соответствующие среды, будь то в 4G и Moodle. Насчет Sakai и OpenAidx не знаю, поддерживается TeamKane, но вот такая спецификация тем же консорциумом и дел, что и Скоро разабатывало, она имеет место быть и является относительно базовым требованием. Времени у меня тут поджимает, поэтому не знаю, насколько я смогу ускориться, но тем не менее. Чтобы я еще хотел обратить внимание, некоторое время назад, несколько лет назад, ОМОН проводил мониторинг электронного обучения в ВУЗах до как раз в районе 2014 года. был очень хороший сайт, к сожалению, я буквально вчера, накануне, когда готовил презентацию, попытался его открыть, и он оказался закрыт. Поэтому слайд у меня остался, но такая печалька, что он закрыт, недоступен. Возможно, куда-то переехал, но не успел посмотреть. Важно для нас что? В рамках этого мониторинга была разработана некая модель оценки, которая включает модель оценки объема внедрения информационно-обратной среды в деятельность ВУЗа. Она для нас важна, поскольку она определяет максимальные границы, что является предметом информационно-обратной среды, и включает в себя 48 индикаторов, по которым проводилась оценка. На слайде, к сожалению, все 48 не поместились, но на верхнем уровне вы можете посмотреть, что включает в себя, когда вы занимаетесь внедрением разворачивания информационно-обратной среды, это далеко не только Moodle или LMS. Смотрите, это и стратегия и управления, информационно-техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, среда, собственно говоря, обеспечения, я уже второго уровня показателей не называю, это поддержка. Отчасти все это в ряде документов, которые мы сегодня рассматривали с вами, отражено. Это количественные показатели обучения и дистанционных технологий. Рекомендую найти в интернете наверняка какие-то реплики этого всего дела остались. Очень бы рекомендовал вам почитать все критерии, потому что вы можете по крайней мере самооценку провести, в какой степени то, чем вы занимаетесь, соответствует. Все же сделано на основании чего-то опыта, чтобы не наступать на грабли, не изобретать велосипед. Вот эти 48 показателей конечно же хорошо бы применить и к деятельности работе информационно-обратительной среды в вашем учебном заведении. Я вижу вопросы, но, к сожалению, сейчас я завершу презентацию, постараюсь ответить. Итак, таким образом, смотрите, в какой-то степени можно ориентироваться на мини-максные показатели. Тот минимум, который задает приказ номер 2 в порядке применения ДОТ и ОР, он определяет тот минимум, в котором должны высуществовать, чтобы соответствовать вот этому критерию наличия информационно-обратной среды, которая там в аккредитационных показателях и на что-то влияет. А с другой стороны, если вы хотите строить полноценное электронное обучение условно в тренде, то тогда бы я рекомендовал обратить внимание на этот документ и на этот портал, потому что там и такие практики хорошие были приведены по различным ВУЗам успешности, успешные какие-то решения. В общем, тот максимум, те границы, в рамках которого может находиться информационно-обратная среда ВУЗа, там были доступны. Еще раз подчеркну, к сожалению, на вчерашний день сайт почему-то был недоступен, не успел я уточнить, почему это так. Какие эти границы? Вот несколько примеров с учетом того, что еще мне 5-10 минут осталось, я бы хотел привести. Первое, а это уже есть в нормативных документах, электронное портфолио, пару лет уже это существует или может быть даже больше в рамках школьной среды образования. Да, требует авторизации, я согласен с вами, но вот как ее получить, эту авторизацию, я не могу вам ответить на вопрос. Раньше он был публичным и открытым, не требовал, в целом не требовал авторизации. Итак, безусловно, это электронное портфолио, это следующий шаг, который был сделан в рамках среднего образования и сейчас 100% будет сделан в ближайшее время в рамках высшего образования. Электронное портфолио. Я бы ваше обратил внимание на вот эту компоненту. Она есть у нас реализована в нашей программной платформе, но судя по таймингу, я уже, к сожалению, не успею вам это показать поподробнее, хотя собирался показать, как это выглядит, как собирается и почему. Следующие компоненты, которые следующие моменты, когда я бы хотел обратить ваше внимание, мы все-таки привыкли, я сам доцент и кандидат технических наук много времени проработал в образовательной системе, начиная с 1984 года, если не ошибаюсь, до 2007 что ли. Мы все-таки привыкли к нашей классической схеме, даже когда мы говорим про вгосы третьего или третьего поколения плюс, тем не менее, мы в менталитете имеем стандартную схему, учебные планы, рук и бумпы и так далее. А тем не менее, в ряде отраслей, в ряде направлений образовательных развивается метод проектного обучения. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, это тема отдельного большого мероприятия, но хотел бы заметить, что это с одной стороны, а с другой стороны мы все вовгосах сейчас, не догмы, да, хотел бы заметить, что в вовгосах третьего поколения прописано понятие компетенции, и вот для многих тех, и для методистов в частности, те, кто пишет, и вчера развернулась огромная или позавчера даже начала, еще не закончилась огромная дискуссия в сообществе профессионального дискуссионального обучения по использованию компетенции, оценки компетенции применительных вузам, если здесь участники профидоа присутствуют, какой им Павел, конечно же, является, я рекомендую посмотреть дискуссию, порядка трехсот постов на текущий момент времени соответственно 300 точек зрения так условно. Так вот, в рамках текущей модели образовательной модели не совсем очевидно и не совсем понятно, с одной стороны в силу отсутствия конкретных практик, а с другой стороны в силу поверхностного описания, а как же, что же такое компетенции и как они должны выглядеть. Не в том смысле, что это такое по сути вещи, как это должно быть связано и для чего главное это делается в нашем контексте, в рамках информационно-образной среды. И вот те решения, которые мы, например, предлагаем, или видения, которые реализуются в решениях, оно здесь отчасти на слайде представлено. Наше видение нашей компании и то, что мы реализуем в рамках систем электронного обучения при построении информационно-образных средств заключается в том, что не только курсы, но и другие виды деятельности, связанные с непосредственно обучением, в первую очередь проектное обучение, а также деятельность в профессиональных сообществах, связываются между собой как раз через модель компетенции. Модель компетенции не отдельного учебного курса, а модель компетенции того специалиста, который требуется к выпуску. И вот результаты этой деятельности, они как раз формируются в портфолио. Для нас это единая инфологическая модель, но здесь структуру я на слайде не показываю, опять же, предмет отдельного мероприятия какого-то, но для нас это все единое, поэтому когда мы с вами говорим о том, куда все это должно развиваться, с нашей точки зрения, с нашей точки зрения как раз примерно в такой парадигме, то есть информационно-образная среда должна поддерживать не только формальное обучение, которое заложено в учебной программе, но и поддерживать все эти активности студента, которые направлены на его учебные результаты, которые фиксируются в портфолио. Такие активности реализуются с помощью методов проектного способа обучения или методик проектного обучения и через взаимодействие с профессиональным сообществом внутренним и внешним работодателями или представителями работодателей в рамках единой инфологической модели. Это очень важно с моей точки зрения, потому что позволяет задать прагматику для тех не совсем для нас старого формата доцентов XX века закваски не очень понимающих для чего эти модели компетенции нужны и формирующих отчасти с потолка. коллеги, посмотрим, что-то еще осталось. У меня нет практически из того, что я хотел сказать. По времени я практически уложился. Теперь, наверное, хочу сказать спасибо за внимание. частный догм, но тут еще есть вопросы, на которые должен ответить. Постараюсь на них в порядке прочтения в чате постараться ответить. Алексей Воймич спрашивает, все звучит прекрасно, какова цена на данную разработку с внедрением? Я не могу вам однозначно ответить на этот вопрос. Все очень по-разному. Порядковые стоимости очень различны. Все зависит от того, что же требуется, какая целевая функция, минимаксные стоимости существуют. Я не буду сейчас озвучивать здесь, иначе это превратится просто в рекламу. Если для вас любопытно, здесь есть мой адрес электронной почты в презентации, напишите вопрос, и подробно вам отвечу на такого типа вопроса уже в условно-честном порядке. Забегая тоже, я обращу вас внимание, в конце слайда, где ссылочка в подвальчике на YouTube, это наш канал на YouTube, там множество видеозаписей наших всяких интервью, встречи, семинаров, вебинаров, возможно, там будет для вас много, вы найдете что-то полезное, если собираетесь заниматься проектным обучением или разработкой электронных учебных курсов, ну и всеми теми вопросами, которые мы сегодня с вами озвучивали. Приглашаю тоже на нашу страничку на YouTube. Дальше. Следующий вопрос. Можно ли простую электронную подпись использовать в качестве идентификации обучающейся в электронной информационно-образовательной среде используют сотрудников вуза при заполнении ведомости или только ту, которой необходимо получать Минкомсвязи. Смотрите, есть два основных способа получения электронной подписи. Это Минкомсвязи отдельная электронная подпись, ну как бы ваша персональная медальная. Либо вы получаете на организацию, в данном случае образовательную организацию сервер, который обеспечивает уже внутри образовательной организации раздачу этих электронных подписи непосредственно участникам образовательного процесса, ну конечно в первую очередь преподавателям, доцентам, которые выставляют это. Два разных способа, каждый из них стоит денег, но естественно, что для образовательной организации предпочтительен второй способ, когда она получает специальный сервис для себя и раздает эти электроны, формирует их и раздает уже внутри своей организации. По стоимости я сейчас вам не скажу, просто не помню, давно не обновлял все данные. В связи с определенным тремлением к среде по выполнению F32 персональных данных необходимы ли сети все платформы в стек? Вот хороший вопрос, значит, по-хорошему да, то есть если вы храните персональные данные, то есть там разные классы систем сохранения персональных данных, то по-хорошему в том случае, если ваш класс там превышает базовый минимальный, то вам нужно сертифицировать. Но эти вопросы когда это необходимо делать? Ну так, на пальцах, да? Тогда по этим данным, которые хранятся, можно однозначно определить субъекта. То есть, грубо говоря, если у вас там есть паспортные данные, это однозначно, а если есть только имя и фамилия, это уже неоднозначно. И вот здесь такие пограничные состояния, когда тонкая грань перехода, что необходимо, что не необходимо. Это раз. Второе, смотрите, вот эти персональные данные, в первую очередь, требования, которые предъявляются к системе учета персонала, ну, контингента, кадров, ППСа и, соответственно, студентов. Там все эти учетные данные находятся. И эти требования предъявляются в первую очередь к категориям систем. Системы дистанционного обучения, или ЛМС, они предъявляются вторично, поскольку они, как правило, интегрированы с системами первого вида и оттуда забирают эти учетные данные. А забирать-то они могут обязательно, вернее, забирать-то они совершенно не обязательно должны все оттуда. Там паспортные данные, в ЛМС не нужны, там нужны имя, фамилия, по большому счету, и номер группы. Даже отчество по-хорошему не нужно, если у вас там не 128 Ивана Ивановича и Ивановых находятся в системе. Поэтому вот ответ примерно такой. Ну и, соответственно, у вас должна быть служба безопасности, которая в организации, которая должна однозначно ответить на этот вопрос, где какие данные у вас хранятся или могут храниться и что с ними делать. Если есть, если недостаточно, напишите также по электронной почте, я постараюсь, ну, более подробно ответить. Ссылка по ГСУ по нагрузке ППС. Да, коллеги, значит, я, давайте, каким образом поступим. Опять же, для кого это интересно, напишите мне, пожалуйста, по электронной почте, я вам отвечу вот эту схему расчета по нагрузке ППС в электронном письме, да, так как это был заявлен, ну, чтобы сейчас просто не... поэкito, чтобы я не потерял здесь, которые не будут пытаться, но я не хочу сказать, Не хотелось, Продолжение следует...